чтобы не потреблял человек в качестве пищи это всегда переработанная солнечная энергия именно солнце дает жизнь растениям стоящим в самом начале пищевой цепочки растения травоядные хищники человек а нельзя ли сразу питаться солнечной энергией минуя промежуточные звенья вы удивитесь но ответ нет из уст ученых звучит отнюдь не категорично есть люди для полноценного существования которым достаточно солнечного света их называют солнцеедами джасмухин элен греф родилась в австралии в 1057 году детское увлечение восточной философией йогой и эзотерикой впоследствии стала основой жизни в течение 20 лет и лен была вегетарианкой а в 1993 году отказалась от физической пищи от голода она не умерла более того сегодня она ведет активный образ жизни пропагандируя про наедение так еще называют свой способ питания солнцееды она опубликовала 18 книг совершила несколько кругосветных путешествий в ходе которых прочла цикл лекций приняв имя джасмухин вечный аромат основала академию личной силы академию космического интернета и международное общество мэпс благодаря такой сверх активной публичной деятельности стала самым известным солнцеедом планеты конечно же постоянно обвиняется в мошенничестве и в стремлении нажиться на своей просветительской деятельности к огромному огорчению разоблачителей джасмухин является вовсе не единственным солнцеедом в мире прохлад джани индийский йогин прохлад джани утверждает что с 11-летнего возраста питается только космической энергией дважды в 2003 и 2010 году пребывал в научном центре где находился под наблюдением врачей 10 дней без еды и пищи никак не сказались на его самочувствие но гораздо больше чем голодание эко невидаль 10 суток всего-то медиков поразило полное отсутствие естественных отправлений для обычного человека это сто процентов интоксикация организма влекущее помутнение рассудка выражение моча в голову ударила появилась не на ровном месте но знаменитый 82-летний отшельник не только не страдает слабоумием а по утверждению врачей обладает мозгом 25-летнего человека каждое обследование проводилось в течение двух недель после чего джани оставлял клинику йог человек свободный захотел пришел захотел ушел никто ему не указ сразу возникает вопрос а каковы были бы результаты если бы солнцееда поместили под наблюдение месяцев этак на 5-6 хира ротан маник провел в медицинском центре 411 дней год с лишним без еды свой путь к пронаедению индус маник начал в 1962 году в возрасте 25 лет в 1995 году он окончательно стал солнцеедом каждый день он стоя босиком на земле не мигая смотрит на солнце 10 20 40 минут этого ему вполне достаточно после публикации в местной газете к нему прибыли ученые из ахмадабадского института многоцелевой терапии с просьбой пожертвовать один год для науки хира сказал да и добровольно запер себя в институтском боксе под пристальное внимание врачей и видеокамер 411 дней он обходился одной кипяченой водой на 412 день хира покинул медицинский бокс причем ушел на своих ногах они на медицинской каталке не потеряв за время эксперимента ни килограмма мышечной массы последнее медицинское заключение гласила что все показатели здоровья в пределах нормы наши соотечественники в краснодарском крае в поселке кутаис живет пенсионерка зинаида баранова с февраля 2000 года она не ест а в апреле того же года отказалась и от воды в ее доме нет холодильника погреба запасов картошки и солений поселок газифицирован но хозяйка проводить газ не стала незачем есть печь используемая только в зимний период для отопления на огородике возле дома на грядках растут цветы на украине в запорожье живет николай долгорукий солнцеет с 2003 года правда иногда позволяющий себе побаловаться чаем с медом он вовсе не выглядит изнуренным голодом наоборот чувствует себя на 10 лет моложе делает по дому всю тяжелую работу живет выстроенной им самим пирамиде и нет для него ничего вкуснее солнечного света зарождающегося дня сколько их этого сказать не может никто прежде всего потому что единого общего образа солнцееда нет одни едят просто очень редко и очень мало другие могут обходиться совсем без еды но не могут без воды для одних туалетная комната ненужный атрибут у других все органы выделения функционируют нормально и регулярно что ставит исследователей в очередной тупик откуда все берется различные исследователи варьируют число солнцеедов от нескольких сот до нескольких десятков тысяч хера ротан манник заявляет что лично знает 17 человек которые более пяти лет не потребляют ни пищи ни воды но всех прежде всего волнует вопрос не сколько их а в чем секрет слово ученым в ходе обследований установлено что у солнцеедов происходит трансформация легких они начинают выделять воду из воздуха у пранаедов замедленное дыхание и пониженная температура тела увы это практически все вопросов больше чем ответов некоторые даже готовы считать их представителями новой расы пришедший на смену человеку но сами солнцееды считают себя все таки людьми они считают что человеку изначально были присущи три канала питания через кожу легкий и желудок так что солнцееды всего лишь восстанавливают однажды утраченную способность они верят что в будущем питание космической энергии станет основным для человечества которое избавиться от тяжкой обязанности трудиться ради пропитания а высвободившиеся время и ресурсы люди направят на свое духовное совершенствование и единение с природой необходимое предостережение хотя стать солнцеедом может практически каждый путь это долгий требующий многолетние работы над собой и своим сознанием многие из тех кто пытался достичь вершины перескакивая сразу через несколько ступенек попали в больницу и не всех удалось спасти будьте осторожны и не повторите их ошибок спасибо за внимание ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал твои новости здесь всегда вас ждут самые интересные факты и события мира